ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Уже не такой интенсивный. Пострадавших почти 90 человек. Из них 49 сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям. По предварительной информации, на складе хранилось более 500 тонн тротила. И думаем, что же это означает. А заголовки действительно интересные. И Первый канал, и канал НТВ, и все пропагандовские телевизионные каналы российские вышли только с одним заголовком. Они особенно подчеркнули, что Казахстан не исключает версию теракта или диверсии. И с интересом россияне наблюдают, а кого же казахи, бедные, несчастные, никому не нужные казахи, посмеют обвинить в этом гнусном, надо сказать, преступлении. Не знаю, был ли замешан в этой истории Петров и Баширов, но в любом случае я думаю, что Казахстан, конечно же, не посмеет обвинить российскую сторону, если даже Россия в этом виновата. Единственное, чего я пока не смог обнаружить, то ли ввиду того, что я плохо знаком с интернетом, то ли ввиду того, что я плохо знаю китайский язык, по крайней мере, на китайских русскоязычных сайтах ничего я не нашел, нету пока четкой, понятной реакции китайской стороны. Я имею ввиду со стороны СМИ, не со стороны официальных лиц, а со стороны пропагандистов-китайцев. Никаких таких громких новостных заголовков по этому поводу, что удивительно, я пока не обнаружил. Но от себя лишь могу оставить краткий маленький совет жителям южных областей Казахстана, казахам, которые вот почему-то до сих пор не торопятся переселяться в северной части страны, хотя мы давно об этом просим. Теперь я советую вам поближе переселяться к китайскому газопроводу, который, между прочим, проходит через ваши области. Я, конечно, понимаю, что до этого дня мало кто из вас интересовался, в каких именно местах лежит эта труба, но вот в свете последних событий я вам советую покупать участки земельные, строить дома поближе к этой трубе. Единственное, что четко можно сказать о всей этой истории, что никто, никто не посмеет, в том числе и Петров и Баширов, трогать китайскую трубу, которая пролегает через южные регионы Казахстана. Да, и не вздумайте митинговать против китайцев, а то лишитесь единственной защиты, единственного безопасного места в родных краях. Ладно, все это, конечно же, шутки-прибаутки, но в каждой шутке есть, конечно же, доля правды. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии, подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово, обязательно подписывайтесь на Facebook и Instagram аккаунт, все ссылки в описании к видео, в том числе и те ссылки, по которым вы можете финансово мне помочь. И до новых скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok